И наконец осталось 12 минут. Я подхожу к главному. Жила-была красноярская девушка. У неё, если бы она была как сухой такой, знаете, есть такое выражение, синий чулок, да? Ей бы, конечно, проректор по науке. Теперь я думаю, да, вы знаете, это пример Лысенко, он показательный. Просто когда-то он будет реабилитирован, когда-то. Он не был ангелом, там было так, или ты, или тебя. Он был умнее всех этих академиков, которые так и воевали против него. Трудно было. Сталин, там, Молотов, или там, допустим, Калинин. Они не знали, что им делать. Такая толпа академиков, а с другой стороны человек-практик. Вот. Ладно, это отдельная тема. Вот кем может быть вот эта девушка? В том времени, когда она поступила, она уже имела образование. Она была уже, ну-ка, вспоминаем. Так, у меня это на это самое время уходит. Короче, она была искусствоведом. Вот какой чёрт её занёс в агро-университет, а? К выпуску она имела десятки бесконечных, я так не сосчитал. Счёт на сотни пошёл. Научных работ. Только последние несколько уже железу. Молодец, не эта самая. Не забыла, как некоторая. Вот. Кто у неё в этот самый, ну, помощник или сообщник в плане написания. И вот, значит, она стала стипеняткой президента. Она мать, у неё брат, которого она подняла. Вот. Я сказал председателю вот этому товарищу, вот этому. Председателю Союза садоводов Красноярска. Савельич, штучные изделия. А вот и ещё статья про неё. Видите? Вот она. Что ещё надо, чтобы стать проректором, учитывая, что у неё теперь уникальный опыт? Потому что несколько лет мы вместе выращивали в моём саду деревья. А это вот такой год пяти годов стоит. Ни один человек, кто захочет, он этого не знает, не умеет. Если ему придётся когда-то учиться, учиться придётся по моим учебникам, по моей программе. Будет госзаказ, будет программа новая. А этот человек, когда набраться наглости, сказать, я поеду учиться к железу. Да только вот это я выделил. И все толпы, тысяч, 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 тысяч. И я ещё Юлию Матвееву, две такие. Чтобы Юлия Матвееву после моей учёбы не пропала. Мне говорили. А потом началось. Вдруг такой кампании, каждый раз, кампании докторов наук, каждый раз, да. Вот. Уход за плодающим садом для повышения урожайности. И она здесь уже погоду делает. Она уже, этот, как он там, господи. Кто командует? Это уникум какой-то. Вот. Кстати, я вот тут надо было написать. Ох, уведут, уведут, уведут Москва или за границу. Вот всё равно. И когда ей предложат выехать в Москву или за границу, я первый скажу. Лена, уезжай. У меня два мировых открытия. Ещё два на уровне, это как оно называется, Нобелевской премии. Никому не надо. Уезжай. Я первый скажу. У неё уже связи всё больше и больше. Вот, читаем. А теперь смотрите. Держитесь это. Я о ней не случайно говорю. Итак. Её программа. Елена Савельевич. Внимание, 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 шайба. Так, по двое. Это темы. Абрикос манчжурский. Слива китайка. Уссурийская груша, сибирская ягодная яблая. Улучшенная капулировка. Заметьте. Не вот эти вот, которым учат только студентов эти прививку почкой. Поняли? Прививка в основание штамба. И только, заметьте, основание штамба, значит, нижний. И только нижним фрагментом. Все секреты наши раскрыла. Но я до неё уже раскрыл. Но теперь уже я не знаю. Другое дело, что это им надо. Вот мне такое... Может, это им надо. Ранняя прививка. Март-апрель. Помните? На улице снег, бутылки. Посадка на холмы. До сих пор. Вот сколько этих самых фей и прочих. Они даже слова холм не знают. Полив только в питомнике, дождевании. Вот. Но. Она нельзя, пишет, сибирская технология. Речь идёт не о дачниках. Как это дачнику не полить? Речь идёт о селекции. Надо заставить их выжить, выжить, выжить. И только тогда, то есть взрослые, мы не поливаем. И она наверняка так и говорила.